У 84-летней Лидии Михайловны от переживаний снова скакнуло давление. 179 на 90. Причина испорченной обои уже не в первый раз. Пенсионерка показывает в каждом углу по подтеку. В прихожей вода капает в плафон от лампы. Недолго и до замыкания. На кухне пенсионерка долго боялась делать дорогой ремонт. Как в воду глядела. Здесь постоянно текло. Я не ставила газ. Потом сделали ремонт. Сколько я покупала вот это. Ну как она называется та шпаклевка-то. Пять слоев положил. Теперь там потекло. А наступление весны жильцы пятого этажа этого дома по улице Кавалерийской всегда узнают первыми. Как только снег подтаивает, в их подъезде и квартирах начинается копелька. У всех течет. Мы уже измучились. Коридор прям течет по головам нам из этого. Идешь, как дождик идет сильный. Прям течет на голову. Валентина с опаской смотрит вверх на натяжной потолок. Не потечет ли оттуда. В прошлый раз именно так все начиналось. Тогда ее квартира в прямом смысле утонула в вешних водах. Три раза. Прямо из этих дырок текло. Я пришла, мне все плавно. Три раза мне заделали. Осенью сделают, весной опять потекло. Я ремонт не делала. У меня, видите, мешки до сих пор еще. Я только сейчас вот. Еще даже у нас света тут нету. Здесь нет света, нету. Мы не проводим. Надо все менять. Мы боимся тут все гнило и, наверное. В управляющей компании тогда обещали разобраться. В итоге отдельные дыры в крыше залатали. Чем придется, а сезонная проблема осталась. На этот раз к коммунальщикам от имени жильцов решили обратиться мы. Но в их офисе все как в воду канули. Нам не повезло. Жителям тоже. Управляющая компания опора. Телефонов ее в интернете нет. Есть единый диспетчерский. С него переводят на саму управляющую компанию. Трубку никто не берет. И все же фортуна повернулась к нам. Директоры его зам встретились уже на выходе. Обед есть обед. Но подзадержались немного. Коммунальщики рассказали о проблеме, знают. К работам приступят, как только позволит погода. Я сейчас не могу выйти отремонтировать кровлю в тех местах, где она течет. Это тоже погодные условия. Дело в том, что капитальный ремонт кровли относится к прерогативе общего собрания сроки. Ну и, соответственно, мы по крыше делаем только по тягущему ремонту в тех местах, где она течет. А с другой стороны, то, что локальный ремонт крыши на этот раз поможет, как говорится, вилами на воде. Нужен капитальный. Но в графике рекоператора ремонт этого дома назначен на 2036 год. За 20 лет еще много воды утечет. Немало обоев испортится. А жильцы должны будут все это время оплачивать и взносы в фонд капитального ремонта, и временные заплатки управляющей компании. Ставить которые все равно, что решетом воду носить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.